Всем привет! Меня зовут Гучин Кирилл, разработчик Нарстрима. Сегодня я поехал с друзьями в рыболовный клуб Налим плавить форельки. И сразу же, раз уж мы здесь на воде, все красиво, расскажу о наших новинках. Это вольфрамовые джиг-головки. Чем они вообще отличаются? Для чего они какие? Это не универсальные джиг-головки. Эти джиг-головки сделаны в первую очередь и основную очередь под относительно короткие и объемные толстые приманки. В данном случае у меня там а-ля Магот. Мы смотрим, как выходит крючок. Его размер оптимален для того, чтобы рыба засекалась с одной стороны. С другой стороны, он не очень сильно выпирает именно на этой форме. То есть на Маготе и на других объемных приманках, которые достаточно толстые. Почему? Вообще идея эта возникла достаточно давно. Были проблемы с тем, чтобы повесить такую вот объемную толстую приманку, надеть ее правильно на крючок. Очень небольшой был, скажем так, вылет крючка. Были проблемы с просекаемостью. Ну и понятно, что мне стало интересно. Попытались сами сделать. То есть этот крючок полностью наша разработка. Мы его самостоятельно заказывали, тестировали, проверяли. Но вот что получилось, вот вы видите на экране. То есть это не самая объемная приманка из тех, которые я, например, частенько использую. Но уже вот этого размера, как бы вот этого размера по толщине, вполне достаточно для того, чтобы крючок был оптимальным. Универсальные пока делать не стали. Универсальных таких вот джиг-головок с крючками на рынке много. Поэтому делать там чего-то специально придумывать, ну, смысла я не увидел. А вот сделать такую специфическую игрушку, которая в нужный момент, в определенный момент, может выстрелить и помочь поймать, ну, соответственно, вот она и есть. Вся серия это 6 весов. Веса начинаются 0,27 грамма, 0,33 грамма, 0,44 грамма, 0,62 грамма, 0,84 грамма и 1,26. То есть, в принципе, это вот закрыта вся линейка по весам. Сейчас, например, рыба у нас наверху, у меня стоит самый-самый легкий вес, 0,27 грамма. Вот, вполне себе нормально, достаточно. И как бы, и легче вроде не надо, потому что объемные приманки, они требуют чуть большего веса, чем обычные. И как бы тяжелее сейчас здесь не ловится. Вот, успешно ловим. Значит, цвета. Цветов много. Цвета разные, их в районе 10 цветов, на самом деле. Можно подобрать и под цвет приманки, и наоборот. Вот, как у меня сделано, например, сейчас оранжевая голова и белая приманка. Сейчас уже пасмурный осенний день, света мало, рыба предпочитает светлые цвета. Именно вот белый сейчас работает лучше всего. Момент. Значит, сами крючки достаточно качественные. И я уделил очень большое внимание толщине проволоки. Крючки безбородые, вроде как, ну там многие не сильно верят, что с безбородых крючков сходов не больше, чем с обычных. На самом деле так и есть. Но плюс к тому, чтобы еще уменьшить вероятность схода, я сделал достаточно толстую проволоку на этом крючке. Чем толще проволока на крючке, тем меньше шансов у рыбы сойти. То есть безбородый крючок с толстой проволокой примерно по сливаемости рыбе равен бородатому, но более тонкому. Плюс ко всему, как бы, форель бывает разного размера. А давайте понимать, что ставим мы такие приманки, толстые, объемные, большие. Когда форель у нас не спортивная, не 400 грамм, а начиная примерно от килограмма. Поэтому еще толстый крючок, это какая-то гарантия к тому, что рыба в момент ее вываживания его просто не разогнет. У меня прецеденты были с тонкой проволокой, ни раз, ни два, как бы, я понимаю, что к чему. Есть, конечно, варианты ослабить фрикцион, но условия бывают разные. Стесненные условия, рядом люди, забросы, все-таки какое-то форсированное вываживание нам надо. Именно поэтому крючок достаточно толстый. По остроте, по, как бы, проблем нет никаких. Просекаемость рыбы абсолютно нормальная, невзирая на чуть повышенную толщину крючка. Ну и, собственно говоря, я сам уже этим пользуюсь второй год, потому что все преселинные образцы катал сам. Вот, ловил на них сам. Не скажу, что сходов с этих джиг-головок больше, чем с других. Главное, что? Главное, как бы, не использовать очень длинные приманки. Тогда цевьё будет кратковато. Ну, на этом всё. Ловите, пробуйте, пытайтесь. Вот, похвастаюсь, покажу. Ну и, соответственно, ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на воде.